Добрый день, уважаемые коллеги, слушатели. Безопасность и эффективность первичного профилактики ВПЧ-инфекции посвящен сегодня мой доклад. Я хотела бы напомнить, что ВПЧ-инфекция является актуальной проблемой здравоохранения. Рак шейки матки в 70% вызывается 16-18 типами вируса папиллома человека. И в 2018 году более 300 тысяч женщин погибли от рака шейки матки в мире. Причем 85% из них пришлось на развивающиеся страны. На данном слайде представлены рекомендации ВОЗ. Здесь изложены методы борьбы с ВПЧ-инфекцией. И если мы будем рассматривать именно первичную профилактику ВПЧ-инфекции, то этим является именно вакцинация. И вакцинация причем подростков в 9-14 лет, не только девочек, но и мальчиков. Вторичная профилактика – это уже скрининг и лечение. И третичная профилактика – это уже лечение инвазивных раков, палеотивная помощь, лечевая терапия, химиотерапия. На сегодняшний день уже более 100 стран в мире внедрили в свои национальные программы вакцинацию против вируса папиллома человека. Причем 26 из них дополнили программу вакцинации мальчиков. Так называемая нейтральная гендерная вакцинация, когда вакцинируют не только девочек, но и мальчиков. Кого же все-таки необходимо прививать? Если рассматривать вакцинацию только девочек, при вакцинации более 80% популяции девочек снижается риск развития ВПЧ-инфекции у мальчиков, то есть имеет место так называемый популяционный эффект. Если же охват вакцинации девочек менее 50%, то тогда экономически более эффективной будет и вакцинация мальчиков, так называемая нейтрально-гендерная вакцинация. На сегодняшний день существует три вакцины против ВПЧ-инфекции – двух, четырех и девятивольнентная. Все эти три вакцины являются неживыми. Они не содержат живых возбудителей вируса попелома человека, представляют собой смесь вирусоподобных частиц рекомбинантных поверхностных белков ВПЧ, и все три вакцины содержат 16-й и 18-й тип. Еще раз напоминаю, что вакцина рекомбинантная, она неживая. Вакцины получают, встраивая в геном непатогенных для человека микроорганизмов векторов ген, которые отвечают в дальнейшем за синтез необходимого антигена. На сегодняшний день в Российской Федерации существует четырехвалентная вакцина, наиболее вакцина, которая содержит именно для нашей страны большее количество типов. Мы можем прививать и девочек, и мальчиков, и девушек, и женщин. Если мы рассматриваем женскую популяцию, вакцинация идет с возраста с 9 до 45 лет. Если мы рассматриваем мальчиков, то мы можем прививать с 9 до 26 лет. Графики вакцинации. Согласно международным рекомендациям, если мы прививаем подростков с 9 до 14 лет, вакцинация может быть двухкратной, но минимальный интервал между прививками должен быть не менее 6 месяцев. Если же мы прививаем пациентов уже старше 15 лет или людей с иммунодефицитными состояниями, имеющие вирус иммунодефицита человека, то вакцинация обязательно трехкратная. Если рассматривать эффективность вакцинации, то должны рассматриваться несколько аспектов. Во-первых, популяционный эффект, во-вторых, снижение заболеваемости в результате вакцинации и иммуногенность вакцины, то есть способность выработать защитные титры антител. Эффективность можем рассматривать на примерах развитых стран. В Австралии вакцинация против ВПЧ была введена 2007 года. Сначала прививали девочек, с 2013 года уже прививают мальчиков. Прививали сначала 4-х валентных, сейчас уже вакцинируют 9-ти валентных. Так вот, в результате вакцинации произошло снижение распространенности определенных типов ВПЧ, которые не входили в состав вакцины. То есть произошло развитие перекрестного иммунитета. Во-вторых, в результате вакцинации снизилось количество кандилом у женщин, а также количество кандилом у мужчин. Но я хотела бы обратить внимание, что снизилась заболеваемость у мужчин, которые не получали вакцинацию. То есть получили вакцинацию женщины, а снизилась заболеваемость как среди женщин, так и мужчин. То есть имел место именно популяционный эффект вакцинации. В результате приведенной более 10-летней программы вакцинации в Австралии снизились шансы развития патологии шейки матки, высокой степени риска. Это стало возможно благодаря тому, что привитость населения против ВПЧ в Австралии на уровне 70% и снизился риск развития цин на 75%. В Дании также произошло снижение риска развития цин после внедрения массовой вакцинации. Вакцинация у них введена с 2009 года. И на примере, если взять популяцию девушек, рожденных женщин с 89 по 99 год, их рассматривали в когортном исследовании, смотрели у них прививочный статус, то есть тот, кто прививался против ВПЧ и кто не прививался. И было выявлено, что среди привитых девушек, которые получили больше одной дозы вакцины, риск выявления типичных клеток снизился до 60%. Риск развития цин-2,3, цин-3 снизился до 80% по сравнению с непривитыми. Та же картина наблюдается и в США. При применении 4-х валетной вакцины снизилось количество предраковых поражений шейки матки. Также в США проводилось большое ретроспективное когортное исследование. Более 130 тысяч женщин участвовали в этом исследовании и рассматривали, как влияли количество доз на клинические результаты. И было выявлено, что введение даже одной дозы приводит к более низкой заболеваемости прединвазивными заболеваниями шейки матки по сравнению с непривитыми. Также, когда оценивалась эффективность двухвалентной вакцины, выяснилось, что при вакцинации двухвалентной вакцины около 90% привитых показана эффективность 90% против цин-2, связанная именно с вакцинными штаммами ВПЧ-16 и ВПЧ-18. И в 60% против цин-2 ассоциировано с онкогенами ВПЧ, которые не относились к вакцинным штаммам. То есть происходило развитие перекрестного иммунитета. Это еще одно исследование, которое проводилось в течение 4 лет. Участвовало более 18 тысяч пациентов. Была группа сравнения, контрольные группы. И причем наличие независимо от исходного статуса наличия ВПЧ. Так вот, не влиял наличие ПАП положительного теста на вакцинальный эффект. Вакцины двухвалентной вакцины. Так вот, также, если оценивать эффективность вакцинации, это тоже данные американских коллег. Так сравнивали число, количество и частоту различных видов инвазивного рака у привитых и непривитых. Вот вы видите, что частота статистически значима ниже была именно у привитых. Также я хотела бы отметить, это же данные международные, что вакцинация женщин, которые уже имели до этого ВПЧ-инфекцию, которые получали хирургическую терапию, после вакцинации достоверно реже болели повторной ВПЧ-патологией. По поводу иммунного ответа после ВПЧ-инфекции, есть здесь особенности, об этом сегодня уже говорилось, о том, что сероконверсия возникает у 70-80% женщин. У мужчин еще более слабый иммунный ответ. Среднее время от инфекции до сероконверсии, то есть выработки защитных титров антител, он довольно длительно составляет от 8 до 12 месяцев. Также после естественной инфекции организм не способен выработать эффективный клеточно-опосредованный иммунный ответ, и это может повышать вероятность прогрессирования до ЦИН-2. Когда возникает естественное инфицирование одним из типов ВПЧ, повторное заражение тем же типом снижается, но не обеспечивает иммунной защиты от повторного инфицирования другими типами. После вакцинации серологический ответ намного сильнее, чем после естественного заражения. Происходит выработка поликлональных нейтрализующих антител. Пик выработки приходится на 4 недели после третьей дозы вакцинации. То есть после 6 месяцев от первой прививки должен пройти еще месяц, то есть в среднем через 7 месяцев от первой вакцинации. Иммунизация стимулирует В-клетки памяти. Для того, чтобы В-клетки памяти дифференцировались в высокоафинные В-клетки, необходимо, чтобы интервал времени был не меньше 4-6 месяцев. Поэтому если интервал между первой и второй дозой менее короткий, это приводит к более короткой продолжительности защиты. Поэтому график вакцинации должен включать интервал не менее 4 месяцев между первой и последней вакцинацией. Титры антител сохраняются достаточно долго, в течение 10 лет. Для 9-ти валентной вакцины указано всего лишь 5 лет, потому что вакцина относительно молодая, еще не накоплен клинический опыт. И постклинические исследования продолжаются на сегодняшний день. Это приводится еще одно исследование. То, о чем я хотела бы сделать акцент на безопасности и реактогенности вакцин. Безопасность вакцины любого, не только от вируса папиллома человека, включает в себя наличие серьезных нежелательных явлений. Реактогенность – это то, что мы называем нормальными вакцинальными реакциями. До того, как вакцина была лицензирована, она проходит огромное количество клинических исследований. Вот здесь вот приведены данные, сколько участвовало женщин и мужчин при клинических испытаниях 9-ти, 4-х и 2-х валентной. То есть это тысячи пациентов. На сегодняшний день существует глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин. Он занимается именно данными безопасности в постлицензионном периоде со всеми тремя вакцинами против ВПЧ. На последнем заседании этого комитета было указано, что смертность отрака шейки матки в европейском регионе остается высокой. Вакцины против вируса папиллома человека были внедрены, то есть включены в календарь прививок в 38 из 53 стран Европы. Охват девочек-подростков вакцины против ВПЧ колеблется от низкого от 6% до высокого до 95%. Чем связаны причины низкого охвата вакцины против ВПЧ? Во-первых, мало достоверной, хорошего качества научной информации. Многие родители, даже медработники, они боятся прививать подростков, прививаться сами, потому что они обеспокоены именно безопасностью вакцины. Какие возражения среди родителей медработников при вакцинации? В первых, что вакцина может отрицательно влиять на репродуктивную функцию. Вакцина может вызвать в дальнейшем развитие рака. Возможность заразиться ВПЧ после вакцинации. Но так как я говорила, что вакцина является рекомбинантной, неживой, она не содержит в себе живого вируса, возможность заразиться вирусом папиллома человека вследствие вакцинации невозможно. Что касаемо остальных аспектов, я хочу на них как раз остановиться. Согласно ВОЗовской классификации, любое неблагоприятное событие, которое возникло после иммунизации, оно называется ППИ, побочное проявление после иммунизации. В нашей стране с 2019 года точно такая же классификация. Так вот, ППИ разделяет на несерьезные и серьезные, оценивают как связанные или не связанные с введенной вакциной. Так вот, нормальные реакции являются несерьезными, связанные с вакцинацией, и делятся они на местные реакции и общие реакции. Так как вакцины против вируса папиллома человека являются неживыми, сроки появления таких реакций укладываются в первые два дня после вакцинации. И что же чаще всего возникает? Именно нормальные местные реакции, не поствакцинальные осложнения. Чаще всего местные реакции в виде болевого проявления, покраснения и отека. Общие реакции в виде колоукружения, обморока, тошноты и головной боли. Чаще всего боль возникает именно во время инъекции, чем после вакцинации. При введении массовой иммунизации против вируса папиллома человека в США стали чаще сообщаться о синкопальных состояниях после вакцинации. Это не серьезное, нежелательное явление в посвакцинальном периоде. Оно связано именно со стрессовой реакцией на инъекцию. Не на вакцину, а на стрессовую реакцию. По поводу безопасности вакцин против вируса папиллома человека постоянно происходят обзоры международные. С момента лицензирования в 2006 году уже введено более 200 миллионов доз этой вакцины. Риск анафилоксии составляет 1,7 на миллион доз. Если сравнивать с анафилоксией на пенициллин, это в 100 раз меньше. 1,5 на 10 тысяч. Синкопальное состояние, то, что я сейчас говорила, это общая реакция на стресс. По поводу фертильности и ВПЧ-вакцины. То, что очень часто родители и ядропотники выступают против вакцинации. Проводилось огромное количество обзоров в нескольких странах и литературы, и сообщений. И не обнаружена причина следственной связи между вакцинацией против ВПЧ и фертильности. Это я привела примеры огромного количества когортных исследований, которые показывают, что связи фертильности и вакцинации против ВПЧ нет. И на этом слайде об этом также говорится. По поводу аутоиммунных заболеваний. Риск развития синдрома Гиена-Борре. После 4-х валентной вакцины проводилось данное исследование в США. Было получено около 3 миллионов доз. Сравнивалось с фоновой патологией. То есть в обычной популяции, которая не получала вакцину, и те, кто получал. Один случай синдрома Гиена-Борре на вот эти почти 3 миллиона доз. Уровень заболеваемости в течение 42 дней после вакцинации был меньше фонового показателя. То есть не найдено доказательство повышенного риска развития. Также еще раз хотела уточнить. Проводилось большое количество клинических исследований. Там многомиллионные. Количество доз вводилось. Риска аутоиммунных заболеваний, превышающих популяционно привитых ВПЧ, нет. Также проанализировано комплексно-региональный болевой синдром. Синдром постурально-ортоцитической тахикардии. Первичная недостаточность яичников. Венозной тромбоэмболии. Связи с вакцинацией не было. Безопасность вакцин оценивается по количеству доз и развитию нежелательных явлений. 93-97% после всех трех вакцин. То есть это небольшая частота. Таким образом, в клинических исследованиях не было зарегистрировано новых серьезных нежелательных явлений. Вакцина не увеличивает риск синдрома Гиена-Борре. Не обнаружено связи между аутоиммунными заболеваниями и вакцинацией. Не найдено взаимосвязи между комплексным региональным болевым синдромом КРБС и синдромом постурально-ортоцитической тахикардии. По поводу беременности. Очень часто вакцинация назначается в период времени потенциального деторождения. Изучался профиль безопасности, который показал, что не было увеличения анормального течения беременности и врожденных пороков у лиц, получавших ВПЧ-вакцинацию. То есть сравнивали исход, сколько родилось живых, спонтанные аборты. Разницы не было. То есть ВПЧ не ассоциировано с риском патологии беременности. На сегодняшний день приоритетом исследования является оценка иммуногенности и безопасности при вакцинации ВПЧ детям младше 9 лет. И продолжение оценки клинической эффективности и продолжительности защиты для всех вакцин. Необходимо найти дополнительные доказательства эффективности одной дозы вакцины. По поводу особых групп вакцинации. Мы можем прививать ВИЧ-инфицированных. Мы можем прививать кормящих женщин. Для медработников на сегодняшний день каких-то особых указаний нет. И позиция ВОЗ на сегодняшний день по ВПЧ-вакцинам. Что вакцины должны быть включены в национальные программы иммунизации. Клинические испытания показали высокую эффективность и безопасность этих вакцин. Но и основная целевая группа для вакцинации – это подростки в возрасте 9-14 лет. Продолжение следует...